им привет друзья вы смотрите канал про инвестиции и эта рубрика главные новости о фондовом рынку которые были за прошедшую неделю сегодня хотелось бы коснуться именно цен на нефть почему нефть то падает то растет что на это влияет также обратимся к тому почему центральный банк россии изменил ключевую ставку а также рассмотрим какое решение принял наблюдательный совет сбербанка по итогам дивидендов за 2020 год для того чтобы не пропускать новые видео новые новости можете поставить лайк подписаться также нажать на колокольчик так вы сможете получать уведомления новых видео но мы продолжаем цены на нефть эталонных марок продолжают заметно снижаться беспокойство инвесторов по поводу перспектив восстановления спроса на нефть усилилась на фоне возобновившегося роста числа случаев заражения коронавирусом в европе угрозы введения новых ограничительных мер и приостановки использования вакцины от ковид-19 разработки астрозенека в ряде европейских стран краткосрочный спрос и предложение временно отодвинули на второй план оптимистичные перспективы которые скорее всего начнут реализовываться в третьем квартале текущего года помимо этого министерство энергетики сша среду сообщила что запасы нефти сша на прошлой неделе увеличились на 2 и 4 миллиона баррелей эксперты опрощенные агентством бумберг ожидали роста запасов нефти на 2 и 7 миллиона баррелей аналитик мэтт смит говорит что нефтепереработка на побережье мексиканского залива нефтеперерабатывающим хайбе сша еще продолжает восстанавливаться после снежной бури в техасе в прошлом месяце дальнейший рост нефтеперерабатывающей активности должен привести к возвращению тенденции снижения запасов в отчете на следующей неделе приводит слова аналитика market watch общее укрепление доллара сша на фоне роста доходности государственных облигаций также оказывает давление на нефтяные цены но если вкратце подвести итог то можно сказать что инвесторы обеспокоены именно увеличением заражения коронавирусом в мире также тем что спрос может упасть в ближайшее время так как запасы нефти сша увеличиваются и также можно сказать что именно вакцинация которая немного затормозилась то это тоже оказывает на давление на цен на нефть потому что с 70 долларов она падала до 61 и 5 долларов но в пятницу все же от купили немного нефти она сейчас стоит где-то в районе 64 и 5 доллара за баррель нефти марки brent у следующая новость не менее интересно это почему изменилась ключевая ставка в российской федерации впервые с 2018 года они увеличили ставку цб в полном соответствии с ожиданиями одних и в полном несоответствии с ожиданиями других сегодня поднял ключевую ставку имеется до 19 марта 0 25 подпункта до четыре с половиной процентов это решение ничуть не хуже и ничуть не лучше любого другого потому что как ни кинь все не очень повышение ставки в перспективе поддержит привлекательность рублевых инструментов и затормозит инфляцию но прямо сейчас приведет к росту доходности у фазе то рублюк не кстати но если ставку не поднимать то фазе уже все равно особо не поможешь а инфляция продолжит раскручиваться она уже выросла до 5 и 8 процента что совсем не похоже на целевые 4 процента правда тут тоже толкование расходится то есть центральный банк называет такую инфляцию отражением устойчивого восстановления внутреннего спроса другие эксперты указывают на наблюдавшуюся в августе-сентябре дефляцию и полагают что если бы нет снижения цен некоторыми производителями из-за нехватки денег у населения инфляция была бы уже двузначной эти же стороны увеличение в таком случае ставки всего на четверть процента это скорее не собственно повышение принудительный выстрел регулятор дает сигнал о направлении движения такая адекватность важна для инвесторов и могла бы стать фактором поддержки рынка пары доллар рубль с ростом санкционных рисков вернулась диапазон 73 75 рублей за доллар не вышло к его центру этот коридор останется актуальным ближайшие сессии при этом подъем ставки российскими центральным банком а также дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики могут оказать рублю некоторую поддержку но основными факторами все же останутся цены на нефть спрос на рисковые активы и санкции хотелось бы напомнить что сша все-таки нашли при формальный такой предлог для того чтобы ввести опять санкции против россии они указывают на то что россия не вмешивались выборы президента в 2020 году именно на фоне этого хотят вести но как это отразилось на российском рынке да немного газпром сбербанк некоторые голубые фишки россии они подешевели на именно новостях о том что сша могут вести эти санкции ну и самое такое интересные позитивной новостью можно отметить что наблюдательный совет сбербанка рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по итогам двадцатого года в размере 56 процентов от чистой прибыли по мсфо об этом сообщил журналистом глава банка герман греф наблюдательный совет поддержал предложение менеджмента компании о выплате дивидендов на уровне прошлого года в процентном соотношении это 56 процентов сказал он сумма дивидендов может составить 422 и 4 миллиарда рублей из расчета как раз таки 18 7 рублей на одну акцию а если точнее быть топ 55 и 9 процентов от скорректированной чистой прибыли лучшее принятия годовым общим собранием акционеров решение о выплате дивидендов половина этой суммы от одета 211 2 миллиарда рублей поступит бюджет страны ориентировочно мая 2021 года по итогам хотелось бы напомнить что по итогам на 19 года сбербанк выплатил дивиденды в размере 422 миллиарда рублей из расчета как раз таки 18 7 рублей на акцию наблюдательный совет сбербанка 10 ноября двадцатого года одобрил новую политику дивидендную и стратегию развитию до 2023 года совет утвердил положение у дивидендной политики согласно которой сбербанк будет поддерживать долю выплаты дивидендов на уровне не менее 50 процентов от чистой прибыли группы по мсфо также годовое собрание акционеров сбербанка пройдет 23 апреля в заочной форме у нас планируется собрание на 23 апреля текущего года сказал герман греф уточнив что собрание акционеров пройдет в удаленном режиме можно сказать что это для нас с вами хорошие новости все кто держит акции сбербанка могут также как и в прошлом году получить довольно таки хорошие дивиденды щедрые 18 7 рублей но при текущей цене конечно это уже немного меньше у вас будет доходность чем прошлом году но все же довольно таких хорошие позитивные новости по сбербанку если подвести такой краткий итог дату нефть дешевеет как раз таки на фоне опасения того что задерживается вакцинация также увеличивается количество зараженных коронавирусом по ключевой ставки тоже все понятно они пытаются удержать как раз таки инфляцию их пределах которые они рассчитывают ну и позитивные новости как раз такие касаются сбербанка мы с вами все-таки получим хорошие дивиденды по итогам этого пандемического 2020 года ну на этом все всем удачи всем пока хороших вам инвестиций и помните дорогу осилит идущий всем пока